Существует множество стереотипов и предубеждений, связанных с использованием кондиционеров. Большинство из них сводится к тому, что сплит-системы вредны для здоровья человека. Но что такое кондиционер? Если говорить простым языком, то это устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях. Помимо этого, сплит-система предназначена для очистки воздуха от нежелательных частиц, а также для снижения или повышения температуры воздуха. Кондиционер или любая холодильная машина представляет собой элементарный трансформатор теплоты. Трансформатор теплоты, который направлен на охлаждение какой-либо среды. Обратное действие – это тепловой насос. Сам кондиционер разделен на две части – внешнюю, которая находится на улице, и внутреннюю, которую мы привыкли видеть в помещениях. Между двумя частями кондиционера зациклен процесс протекания халогента или фреона. Это рабочее вещество имеет такую температуру кипения, при которой происходит давление с атмосферой. С учетом разницы температуры в комнате, халогенты испаряются. Если же температура кипения достигает порядка 30 градусов, то происходит конденсация. Состоит из четырех принципиальных частей. Это компрессор, из которого, скажем так, начинается путь халогента. В этом компрессоре хладогент сжимается, поступает в таком виде в внешнюю часть. Хладогент поступает в газообразном состоянии, при комнатной температуре и давлении 1 атмосфера. В компрессоре хладогент сжимается, нагревается до температуры где-то градусов 80-90, и давление, собственно, около 30 атмосфер. Поступает в таком виде в внешнюю часть, находится радиатор, и в этой внешней части конденсационера хладогент конденсируется, потому что он охлаждается уже от 80 градусов до куличной температуры. Теплообменник, ну или просто теплообменник, который называется конденсатором, где за счет отвода теплоты наружу или промежуточному теплоносителю происходит охлаждение паров этого хладогента. За счет охлаждения, естественно, он конденсируется и превращается в жидкость. Но, естественно, он превращается в жидкость, опять же, с частическим паром, потому что процесс у нас не идеальный. Но давление при этом не меняется. И вот теперь, чтобы вернуться к исходному циклу, нам необходимо понизить давление. Далее хладогент попадает в дроссель тонкие капилляры, за счет которых происходит снижение давления, после чего фреон попадает во внутреннюю часть кондиционера при давлении 1 атмосферы. В завершении после дросселя хладогент вновь попадает во внутреннюю часть сплит-системы. Через эту внутреннюю часть продувается воздух из комнаты. Из помещения поступает теплый воздух, который обдувает часть кондиционера. В ней хладогент испаряется и поглощает тепло. Именно за счет этого и снижается температура. Иными словами... Идет такой постоянный воздухообмен. Воздух из комнаты протекает через кондиционер, охлаждается за счет взаимодействия с фреоном. Нагретый воздухом из комнаты фреон перетекает во внешнюю часть кондиционера на улице. У нас он испаряется, на улице он конденсируется и, соответственно, отдает тепло окружающей среде. Вот таким образом и работает кондиционер. Процесс охлаждения хладогента, там стоит вентилятор мощный. Вот выносной блок, который на стенке вешается, это на самом деле вентилятор. Весь процесс охлаждения воздуха в помещении осуществляется на внутреннем блоке. Отметим, что современные кондиционеры работают не только на охлаждении помещения, а также на то, чтобы согреть пространство или осушить воздух. Все эти режимы работы основаны на тех же эффектах. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс.